Зрители, сегодня 12 злобных виджеев на МТВ. Злобные, злобные. Я вот не злобная, я злобная. Спасибо. В течение двух лет, пока существует МТВ России, мы стараемся показывать вам лучшие клипы. И всё это время мы мучаемся, потому что не можем высказать свою точку зрения. И вот спустя год нас охватила самая настоящая зависть, потому что простые зрители получили право говорить всё, что они захотят. Ну теперь настал наш звёздный час. Час эфира ток-шоу 12 злобных виджеев. Сегодня накануне празднования двухлетних, вообще никаких. Ведь мы ещё ни разу не сказали, что мы сами слушаем дома. Итак, сегодняшнее ток-шоу делают зажигательным 10 матёрых, одна добрая и один новый виджей МТВ. Стоп, 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 стоп. Это уже про меня. Здравствуйте. Как бывший злобный зритель, я могу похвастаться, что вы знаете всё уже о моих музыкальных пристрастиях. И пока я не стал одним из них, я хочу поздравить любимый канал с днём рождения. А пока я даю низкий старт программе 12 злобных виджеев. Гениально, гениально, да. Только по большим праздникам, каким является двухлетний МТВ, можно увидеть всех виджеев нашего канала в одной программе. Ну а я в честь праздника решила дать тебе выходной. В конце концов, что я каждый уикенд пошёл просто как какой-то ищак случай. Пусть у меня поработает на сей раз кто-нибудь другой. Ну, на новенького, наверное, пускай попробует тебя в шкуре ведущего. Наш Half-Baked, новоиспечённый, бывший злобный зритель Гриша Александрян. Вполне логично. Да? Нормально? Come on! Come on, гай! Начинай! Ну что же, начнём с Мотерхеда. God save the Queen. Боже, храни королеву. Боже, храни королеву. When the wind blows, the cradle will run. When the bough breaks, the cradle will fall. But Mother will catch you, cradle and all. Baby is drowsy, cozy and fair. Mother sits near in her rocking chair. Boy, boy. Вот как меняются времена в Англии. Когда-то за такой же клип в конце его, когда Sex Pistols ехали на баржу и их арестовывали, а сейчас королева целует Неми. Ну что же, так как это были дедушки, может, мы начнём с кого-нибудь постарше. Дедушка русской озвучки. Первые индийские фильмы были озвучены. Может, разбудите дедушку, пожалуйста. Стой! Стой! Вася, ответь за дедушку. Все вон! Готайм рок-н-ролл. Всё, что могу сказать. Очень понравилось. Одного из Sex Pistols спросили, когда они распались по объективным причинам, Ну что, дальше будете с ума сходить, травиться, падать со сцены и так далее. На что вот этот вот один из Sex Pistols сказал. Падать, угорать, с ума сходить. It was an art thing. Мы занимались искусством. Ну, вечный рок-н-ролл, вечный угар, вечная баржа королевы. По-моему, все здорово. Вот как бы вы радуетесь тому, что ее реанимировали. Меня просто-таки сводило челюстью, как будто я ела лимон. Особенно на моменте No Future. Ну, конечно, хорошо, что у некоторых есть еще порох в пороховницах и, соответственно, ягоды там же, где им не должно быть, но явно просроченные и подгнившие. Увы. В этом смысле я хочу поддержать туту, потому что это люди из прошлого. То же самое, я просто видела, как вы тут зажигали по DC-DC. Это люди из прошлого, это музыка из прошлого. Почему Rolling Stones? Почему? А как сказать надо? Я молчу, молчу. Rolling Stones, U2, да, не знаю, Мадонна, которые по 20 лет уже на эстраде, почему они делают модную, качественную музыку? Почему? Не знаю, я должна слушать это и видеть по MTV. Объясню, почему. Отличные бородавки у вокалиста. Я вообще не знаю. Бородавки вообще это вещь, вирусная какая-то инфекция, которая передается инфекционным, то есть, путем. Я с ним переспал, и у него тоже такое же. Вот непонятно, что с Энрикой делали эти товарищи. Я теперь поняла, слушай, по поводу этих бородавок, просто Леми, по-видимому, панк по неволе от рождения, по нему просто выхода нет. Таким бородавками, ну, невозможно поп-музык исполнить. Не, почему, молчу сниматься, улыбается, мол, в моих кровях, наверное, очень удачный. В первую очередь, я считаю, что должны показывать приятных мужчин в телевизоре. Ну, он такой вот неприятный, вот эти две таких штуки у него на лице, просто не выносить, посмотри на это. Еще, на самом деле, тяжеловатая музыка. Я люблю тяжелую музыку, я люблю там Элису Купера, но вот эти вот ребята, в общем, не возбуждают они меня. Он был красивым мужчиной, он мог бы даже и не петь, просто вот молча стоять. Нафталин имеет потрясающие совершенно свойства сохранять материю. Знаете, сколько лет этой группе, и вот, видимо, нафталинчиком их присыпали, сейчас вытекнули, и хорошо смотрится. А главная королева мать пережила и тех, и других. Да, да, ну, это вообще святая женщина, и бабушка, кстати, в клипе симпатичная. И еще один ремейк этой песни пережить в 2000 каком-нибудь там, в 10-м году. Мне кажется, это сможет. Нафталин имеет свойство еще и неплохо пахнуть, а я прям сидела вот и ощущала этот запах нафталиновый, но... От кого именно? Покажи пальцем. Покажи пальцем. Не волнуйте, ты у нас молоденький, ты еще не пахнешь. Я тут просто покажу, иди, я на что-то сижу, так и шутовиченки сложил. А-а-а-а! Дайте, я знаю, дед у нас просто монстры рок. Я просто представляла себе в красках картину, если бы какие-нибудь наши такие машины времени сняли бы... Сняли бы какую-нибудь... Ковер-версию. Союз, ковер-версию, союз нерушимый. Это было бы, наверное, так же зажигательно и замечательно. Я росла на этих двух командах, в меньшей степени на мотор-хэд, в большей степени на секс-призис, наверное. Очень приятно, что God Save the Queen реанимировали. В общем, ну что можно сказать? Королева-мать намыла клип на первое место русской десятки. Как хорошо, что я не люблю такую музыку, а потом мне пришлось бы ее слушать и еще покупать диски мотор-хэд. И ставить ее в ночь откровений, на самом деле, было бы неплохо. Ставить-то ладно, слушать хуже гораздо. Так вот, когда они были, очевидно, на пике своем, было еще рано. А сейчас я уже выросла, а не реанимировались, а уже поздно. В общем, не знаю, как кто, а я не попала никак в струю. Очень не понравилась, совершенно не спортивная музыка. Отстой! Ну что же, теперь мы можем все вместе покричать. Понравилась нам эта информация, употреблять все известные вам знаки в различных вариациях и кричать клево или отстой. Кричим. Отстой! 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 Три воздержалась, четыре за и пять против. Сейчас мы приходим к более модной музыке. Мода бывает разная, еще бывает турбо-мода. И мы смотрим турбо-мода с клипом «Мама». Я хотел пригласить потанцевать, пока шел клип, а посмотрела в твои глаза и поняла, что не стоит этого делать. Не, просто такая история была у меня. На самом деле, мне было тяжело сейчас держаться, и мне захотелось немножко поплакать. Почему вам не нравится это? Не понимаю. Это смотрят тут, это смотрят 15 лет, 14 лет дети. Почему? Почему? Здесь нет никакого насилия. Люди смотрят они, я уверена, что даже если он будет в самой горячей ротации на MTV, он в десятку даже не попадет. Готовы поспорить. Так почему плохого в том, что дети будут сопереживать с этим героем? Я не понимаю, почему нужно детям навязывать вот такую просто похабщину. Это поздно не в плане темы. Мы воспитываем некоторым образом вкус. Как это не громко звучит, Сев? Зачем засорять мозг подрастающего человека, который только формирует свою личность и свое мнение, зачем его засорять подобной ерундой? Не устоявшаяся психика ребенка, неокрепшая, вряд ли сможет такое воспринять адекватно. В мире животных смотрят или программа здоровья, по крайней мере, польза больше из этого почерпит. Я считаю, что это не засорение. А что это? Засорение, это агрессия, это наркотики. Не, а вот это что такое? Это? Это переживание. У каждого человека есть свои какие-то внутренние переживания. Вот сейчас они все и переезжают. А что, ни у кого не было здесь? Сейчас вход пойдет. Сейчас в рубежке. Ножи! Они все и пиццы. Я постоянно психически смотрю. Постоянно. Посмотрел, вспомнил, что ты все. Ты прав насчет переживаний, но просто данная вещь это спекуляция на переживаниях. Я не знаю, там аллегория это или метафора, я не знаю. Я ничего не понял. Может быть, мне еще рано, может мне уже поздно понимать, но здесь слабых мест 100%. Я думаю, что второй раз этот клип посмотреть я просто не смогу. Избавьте. А вот рыпак в середине очень клевый, только длинноват. Они там сказали, что это все фигня, они просто любят турбомода. Я подрезал. Это просто все фигня. Ну и все. Три хороших момента в клипе. Это отличный рэп про это, да забей все это фигня, это турбомода. Потом, когда... Йо. Спасибо. Потом, когда девушка кормит несуществующего, там тысячи чем-то, я не знаю. А может быть, что-то... Не-не-не-не. Может быть, там кто-нибудь есть, мы его не видим. Вот Сева, может быть, увидел. А мы не видим. Это нормально, она-то нормально это делает. Нет, на самом деле, когда стало все бурно тут обсуждаться, спориться и прочее, а потом взял микрофон, выкручиваете его мне буквально. Потом, я не знаю, что сказать. Я дам обратно. Вот в чем спишь. Я понял, о чем этот клип. На самом деле, клип намного глубже, чем нам кажется. Это о любви девушки к двум молодым людям. Один из них вот такой, а другой человек невидимка. И вот она его пытается покормить, а ему же нельзя кушать, у него все будет видно, как это все идет, там переваривается, и потом самое страшное выходит из него. Но зачем это смотреть человек? Вот он не... Это самая бирбертуэлс у кого-то получается. Почему нет? Опять же, по хореографии я поторопился. В движении вот это вот с рукой было очень хорошо. Он так, сейчас пою. И потом рука вниз пошла. Но еще ротик, ротик такой вот. Вот-вот слюнка капла. Нет, а ротик у нее такой, потому что есть Алешка у него. Кстати. Я никак не мог представить, что такой клип вызовет такую бурю обсуждений, такую бурю эмоций. Но все-таки давайте голосовать. Турбомода. Голосуем. А кто еще? Без вариантов. Я. Десять против и двое воздержались. Сегодня мы еще услышим массу крепких выражений от VJF MTV по поводу клипов Кирилл. И я вот знаю, на самом деле, этот клип имени 12 злобных зрителей. Потому что это у нас на программе, на самом деле, всем дают тортами по лицу. Но тортом в камеру этого еще у нас не было. Ты бы видела, как Петя дернулся, когда торт в камеру полетил. Петя, вы знаете, кто такой Петя, да? Ну теперь уже. У Берновича здесь нет у нас. Сейчас страна знает, кто такой Петя. Петя продюсер у нас получал тортом по лицу. Оказалось, что Бонжоли очень даже при деньгах. Эмилию Стеллос, извините, Шварценеггер, Клауди Шиппер и дядечка из друзей. Тоже это, наверное, недешево стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Вообще я смотрю этот, сижу и смотрю этот клип с позиции продюсера программы «Музыкальное чтиво», потому что просто представляю, как я буду это чтиво писать. Вот снималась только-то человек. Вот это вот закос под вестерны. Вестерны – это такие-то фильмы. Решители по именам. Да, да, да. Я сделаю клип, чтиво на клип очень хорошо.